Далгова Второй тайм изменений в счете не принес. Несмотря на множество острых моментов, которые создавали наши футболисты, забить голым так и не удалось. Ворота Мэтта несколько раз спасали Штанга и Артур Безаясь. Знали, что соперник хоть и находится на последнем месте. Игры некоторые показывали очень неплохие. Знали, что соперник будет сегодня от обороны играть и боялись этих контратак. К сожалению, чуть нам не забили одной контратак соперника. Очень хорошо оборонялись. Они садились в линию мяча. Очень быстро и тяжело было взломать. Но даже при таком количестве игроков в обороне мы создавали довольно-таки большое. Много моментов. Просто мяч никак сегодня не шел. Много штанг, перекладинка, защитники выбивали мяч. По второму тайну у нас, не знаю, что там, или почитали, что мы стоя обыграем команду соперников. И многое мне не понравилось. Поэтому мы уже между собой там разберемся. В целом мы игру контролировали с первой до последней минуты. Дисквалификацию на одну игру получил наш лучший форвард Мармука Гангадзе, который умудрился заработать четыре желтых карточки. Также отсутствовали Максим Рафальский, Юрий Мамаев и Сергей Яшин, которые еще не готовы выйти на поле после травм. И если Юрий, скорее всего, сможет принять счастье в следующем матче, то остальные появятся не так скоро, как хотелось бы. Мне кажется, еще время надо. Время очень серьезное. Травмы у них были. Поэтому здесь очень тяжело сказать, когда они могут приступить. Надеемся, что так можно быстрее не придут себя и приступят. Следующую игру наша команда проведет на выезде 7 июня с Асконта. Увидеть домашний матч Даугова и Елгова, болельщики смогут 16 июня. Начало в 18 часов.